Привет, YouTube! Незаметно основной функцией современного смартфона стала его камера, а вернее возможность выдавать качественные фото и видео. Многие даже считают, что смартфоны могут заменить традиционные фото и видеокамеры. На наш взгляд это правда, но лишь отчасти. Какие камерафоны в 2020 году действительно имеют хорошие фотосенсоры и способны выдавать шедевры? В нашем рейтинге будем говорить в основном именно о камерах смартфонов и их возможностях. Они мерятся попугаями в бенчмарках. Ну что, погнали! 10 место. Xiaomi Mi 9T. Хорошая камера это не всегда запредельно высокая цена. Во всяком случае, если ты готов пойти на компромиссы и накатить ту же Google камеру. Речь идет об одном из субфлагманов Xiaomi Mi 9T, который сейчас можно купить существенно дешевле 20 тысяч рублей. Основной блок камер состоит из трех сенсоров. Главный 48-мегапиксельный Sony IMX582 с физическим размером матрицы в полдюйма. Кстати, он может снимать видео в 4К только в 30 кадрах. Сенсор комплектуется объективом светосилой 1.75, который обеспечивает снимки с фокусным расстоянием 26 мм. Оптической стабилизации тут нет, а автофокус без лазера. Вторая камера 8-мегапиксельное телефото с двукратным оптическим зумом и светосилой 2.4. А вот третья камера 13-мегапиксельный ширик с объективом с такой же светосилой 2.4. Получить хорошие кадры можно все с той же Google камерой. Главная фишка которой продвинутый не в пример родному сяомишному ночному режиму. Видео же по понятным причинам тут далеко не топ. И стаба нет, и звук не очень, да и битрейт жидковат. Девятое место. Realme X2 Pro. Прямой конкурент Xiaomi Realme X2 Pro на самом деле недалеко ушел по фото и видео возможностям. Но подойдет на роль недорогого камерафона, который в правильных руках может выдавать очень неплохие снимки. Основной модуль состоит аж из четырех сенсоров. Правда один из них совершенно бесполезный 2-мегапиксельный боке. Во главе камера с 64-мегапиксельным сенсором и широкоугольным объективом с диафрагмой 1.8. При максимальном разрешении фотография может весить больше 15 мегабайт. Но значительного прироста качества по сравнению со стандартом 16-мегапиксельным режимом тут увидеть нельзя, даже при попиксельном сравнении. Ни лазерного автофокуса, ни оптической стабилизации тут нет. Зато благодаря Snapdragon 855 Plus телефон может снимать видео в 4К с 60 кадрами в секунду. Вторая камера на 13 мегапикселей обеспечивает двукратный оптический зум при светосиле 2.5. Третья камера ультраширик на 8 мегапикселей и диафрагмой 2.2. Зато в ней есть фазовый автофокус, чего лишены даже многие актуальные флагманы, где фокусировка жестко зафиксирована. 8 место. iPhone XR. Куда же в рейтинге камерафонов без яблочной продукции? Пусть XR и вышел в 2018 году, но он все еще очень и очень прилично снимает. Так еще и подешевел значительно. Его можно купить по цене не слишком удачного SE 2-го поколения. Камера тут, как известно, досталась от флагмана 2018 года XS. Да, здесь она всего одна, что по нынешним меркам смотрится устаревше. Сенсор на 12 мегапикселей со светосилой 1.8 и 26 мм фокусным расстоянием вроде тоже на бумаге воображение не поражает. Но тут зато есть отличная оптическая стабилизация и не менее отличный фазовый автофокус. И в отличие от многих конкурентов, последний цепкий и быстрый. Короче, магия Apple присутствует. Нет тут продвинутого ночного режима, за что это поколение смартфонов из Купертино не ругал только ленивый. Зато какое видео получается, качество его такое, что многим флагманам из мира Android оно и сейчас недостижимо. 7 место. Xiaomi Mi Note 10 Pro. Хоть этот смартфон и не является флагманом Xiaomi в 2020 году, но по фото и видео возможностям он даже превосходит актуальный Mi 10 без приставки Pro. Во-первых, Mi Note 10 Pro шокирует числом сенсоров в основном модуле камер. Их целых 5. Во-вторых, главный модуль еще больше удивляет гигантским разрешением 108 мегапикселей. Трудно судить, нужно ли вообще такое разрешение сейчас, но факт остается фактом. В обычном режиме камера снимает тоже на немаленьких 27 мегапикселях. Физический размер сенсора вплотную приблизился к дюйму, 3 четверти. А значит и светочувствительность тут очень высокая. Есть и лазерный автофокус с оптическим стабом. У смартфона есть сразу два длиннофокусных модуля, реализующих двухкратный. На самом деле 1,7 кратный и пятикратный оптический зум. Почему нужно было городить огород из двух сенсоров Xiaomi? Ну, наверное, чтобы лишний раз нас удивить. Зато оптический зум тут очень и очень неплох. Четвертый модуль сверхширокоугольный на 117 градусов с лазерным автофокусом. Пятый же сенсор макро для галочки. Кстати, несмотря на всю свою крутизну, камера не умеет писать 4К при 60 кадрах в секунду. Сказался не флагманский процессор. Зато оптическая стабилизация дает возможность избавиться от болтанки при съемке. Шестое место. Google Pixel 4. Третий пиксель считался чуть ли не эталоном мобильной фотографии. В четвертом поколении Google пошел куда-то не туда. Да, теперь тут двухкамерный модуль. Но основной сенсор остался без изменений. Это 12-мегапиксельная камера при размере сенсора 1 к 2 55 дюйма и светосилой объектива 1,7. Но есть оптический стабилизатор. Второй сенсор на 16 мегапикселей и светосилой 2,4. Вроде как должен отвечать за оптический зум. Но тут использована некая мудреная гибридная технология со склейкой изображения с двух камер. Так что в классическом понимании оптического зума тут нет. Зато есть очень хорошее качество видео и примерная Google камера с одним из лучших на рынке алгоритмом ночной съемки. Пятое место. Oppo Find X2. Вряд ли вы захотите тратить на смартфон от Oppo 63 тысячи рублей. Да и во всей России желающих оказалось немного. Модель исчезла из продажи не успев толком и выйти. Но фотографическая часть Find X2 заслуживает внимания. В нем трехкамерный блок камер. Основной на 48 мегапикселей это Sony IMX586 со стандартным углом обзора и объективом светосилой 1,7. Второй телефотомодуль с двукратным оптическим зумом. Оба сенсора имеют оптическую стабилизацию на линзах и лазерный автофокус. Но третья камера интереснее. Это 12-мегапиксельный Sony IMX708. Причем это не просто ультраширокоугольник. Как заявляет в Oppo, он предназначен для кинематографической съемки видео. В соотношении 16 к 9. Ключевой особенностью стала технология объединения пикселей. Для съемки видео в разрешении 1080p он объединяет соседние светочувствительные датчики для улавливания большого количества света. Для съемки видео в разрешении 1080p он объединяет соседние светочувствительные пиксели для улавливания большего количества света. Да тут даже на видео можно добиваться размытия фона, что далеко не на всех флагманах есть. 4 место. Huawei Mate 30 Pro. Вышедший под конец 2019 года Mate 30 Pro получился очень мощным решением для фото и видео. Одна из четырех камер выделяется даже не 40-мегапиксельным разрешением, сейчас этим никого не удивишь, а большим размером сенсора, приближающимся к 2,3 дюйма. Этот сенсор предназначен для съемки видео с широким углом. Впрочем, другой 40-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией на практике картинку выдает лучше, но это уже детали. Он достался от P30 Pro и гарантирует качественную съемку фото в темноте. Третья камера с 8-мегапиксельным сенсором дает возможность сделать трехкратный оптический и пятикратный гибридный зум, ну а последний сенсор нужен для размытия фона. Кстати, здесь псевдобакет тоже есть на видео. Третье место. Samsung Galaxy S20 Ultra. Флагман 2020 года от Samsung не высмеивал только ленивый. И претензии, в общем-то, оправданы. Процессор Exynos, что ставится смартфоны для некоторых стран, в их числе и Россия, не очень-то и хорош. Да и цена фантастическая, 100 тысяч на старте продаж не добавляли оптимизма. Зато камеры тут ультимативные. Основной модуль на 108 мегапикселей аналогичен тому, что в Xiaomi Mi Note 10 Pro, но субпиксели в Galaxy объединяются не по 4, как обычно, а по 9, давая в итоге изображение разрешением 12 мегапикселей. Тут есть и продвинутый автофокус Dual Pixel и оптический стабилизатор. Широкоугольная камера получила сенсор с разрешением 12 мегапикселей и объектив светосилой 2.2, но почему-то автофокус для этого модуля не завезли. Третья камера для размытия фона на фото и видео. Самое интересное здесь это телефотосенсор. Он тут перископический, с 48 мегапикселем сенсором и стабилизатором. То есть оптический зум тут 4-х кратный, но при этом если выбрать режим зума в интерфейсе камеры, то активируется 5-х гибридное масштабирование. Но это не все. В S20 Ultra есть функция Space Zoom, возможность получить при помощи камеры S20 Ultra снимок со 100-кратным цифровым приближением. Качество таких снимков конечно сомнительно, но эффектно же. Как и запись видео в 8К, такого на рынке пока ни у кого больше нет. Второе место. iPhone 11 Pro. Актуальный флагман от яблочной компании, хоть и не может похвастаться громкими характеристиками фотосенсоров, но во многом является лучшим камерафоном на рынке. Здесь уже три основных сенсора, каждый из которых имеет разрешение в 12 мегапикселей. Первый – широкоугольным объективом и светосилой 1.8 с лазерным автофокусом и оптическим стабом. Именно он выдает неплохие фото при плохом освещении, ведь в 11-й наконец-то добавили ночной режим. Второй сенсор – телефото с двухкратным оптическим зумом. Наконец третий – сверхширокоугольник с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм. Но главная сила 11 Pro даже не в получаемых снимках. Тут без сомнения лучшее видео на рынке, стабилизация отрабатывает отлично, картинка высокого качества, а микрофоны пишут чистый звук. Но все-таки первое место за новинкой весны 2020 года от Huawei. P40 Pro даже возглавляет рейтинг DXOMark, хотя веры в объективности этого ресурса осталось не очень много. Вообще, революции в этом поколении не получилось. Китайцы пошли по эволюционному пути. Главная камера с сенсором UltraVision и разрешением 50 Мп выделяется гигантским физическим размером 1 к 1 и 28. По меркам мобильной фотографии это очень много. Как и в прошлогодних флагманах, используется система световых фильтров RUUB вместо RGB, что позволяет с существительным элементом улавливать больше света. С этим сенсором работает объектив эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и светосилой 1.9. Есть оптическая стабилизация и гибридный автофокус. Второй модуль аналогичен кинематографическому на AMA 30 Pro. Это прокачанный сверхширокоугольник. А вот телефотомодуль новый. Используется 12-мегапиксельный сенсор с оптическим зумом равным 5. Доступен и 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. Есть оптический стабилизатор, работает гибридный автофокус. Последний сенсор нужен лишь для бока. По видеосъемке в Huawei P40 Pro прогресса особого нет. Смартфон умеет снимать 4K видео с частотой до 60 кадров в секунду при работающей стабилизации. А Full HD видео с объединением соседних пикселей в группы, что дает повышенную чувствительность при ночной видеосъемке. Пиши в комментариях, увлекаешься ли ты съемкой на смартфон. Поговорим про мобильную фотографию и топовые камерафоны. Ну и подписывайся на мой канал и жми лойс, если видео было полезно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok